Ваша дискуссия замирала чуть-чуть, в такой паузе неопределенности. И это вовсе не тупик. Это хорошо, потому что помимо прямых вопросов сторонам, должны быть циркулярные вопросы, верно? То, что у нас возникли циркулярные вопросы, это хорошее везение. Везение было хорошее. А дальше, Татьяна Сергеевна, очень желательно, чтобы медиатор говорил такие слова. Итак, уважаемые коллеги, наша медиация зашла в тупик, но это не значит, что двери в мой кабинет закрыты. Пожалуйста, если во время судебных процедур у вас возникнет желание прибегнуть к медиации снова, вы можете свободно приходить, только предупредить удобное время и дату для вас. Я вас буду ждать. Дальше, если вдруг вот эти варианты, у нас возникла пауза, вы нам говорите такие слова. Давайте мы сейчас как можно больше вариантов постараемся на этой доске начертить. У вас в аудитории есть классная доска на стене. Вы подходите к этой доске и говорите, сейчас мы будем перебирать самые разные варианты, критика запрещена, выбор будем производить потом. Вы стимулируете всячески творческое воображение. Вот помните, у нас первоначальная медиация почему зашла в тупик? Татьяна Анатольевна сразу предлагала, давайте мы сделаем конвертацию в рублевый кредит. Но в ответ на это я очень сильно сосредоточился на угрозах. Штрафы, пени, порча деловой репутации, обращение взыскания на залог. И все это привело меня в тупик в конечном счете. Если бы вы сказали это правило, уважаемые коллеги, критика запрещена. То, что Татьяна Анатольевна делает предложение о конвертации в данный момент, это не означает, не означает совершенно, что она связывает себя определенными обязательствами перед вами. Это просто идеи, которые мысли вслух, не более того. Давайте посмотрим. И вот таким образом, если вдруг мы начинаем высказывать определенный негатив, вы нас прерываете, у вас такое право есть. Верно, да? Вы говорите, все-таки мы уходим в сторону, давайте вернемся к теме нашей повестки дня. И так постепенно подытожим. Татьяна Анатольевна, если вы банк и заемщик договорились о курсе по 15 рублей за доллар, или по 20, по 25 рублей за доллар, в конечном счете вы по этому поводу что должны испытывать? Какое-то имеет значение с точки зрения долгосрочной перспективы. Давайте подумаем. Я думаю, что здесь, если мы найдем какое-то точное предоставление и выработаем общий инспекция, то, во-первых, мы задолжим сотрудничество и надеяние. Да, это раз. Мы будем сами развиваться, когда мы решим, то есть наша компания будет продолжать свою деятельность, и в общем-то, и в общем-то, мы рады, что это каким-то образом не пострадает. И, собственно говоря, наверное, важно, что все наши инспекции... Да, поэтому, Татьяна, вы можете акцентировать внимание именно на этом. Если мы сейчас с вами придем к соглашению, то вы освободитесь, вы сможете заняться вашей основной деятельностью. Кстати, какие у вас планы на будущее? И настраивайте нас на продолжение дальнейшего сотрудничества. То, что торговое предприятие планирует работать неограниченно долго, это очевидно. И банк не хотел бы потерять заемщика. На самом деле, часто в переговорах мешает чувство страха. Или надо мной может быть руководитель, который очень авторитарный, дает жесткие установки на что-то. Выиграешь любой ценой. Правильно? И...